привет талантливые присоединяйтесь к нашему прямому эфиру сегодня будем говорить с вами о текстах привет привет мои талантливые я закрыла свой инстаграм чтобы никто к нам сегодня не присоединился из тех кто может испортить нам неприятными фразами наш прямой эфир сегодня будем с вами говорить о том как о чем пишут блогеры и зачем они пишут тексты поставьте пожалуйста цветочек кто из вас участвует нашем марафоне который называется я крутой блогер и поставьте грустный смайлик кто из вас не участвует в этом марафоне не выполняет задание не не пишет тексты и так далее давайте мы с вами это быстренько обсудим сейчас накануне того перед тем как вы идти в прямой эфир я опубликовала пост в котором подняла интересную тему потом можете после прямого эфира зайти и почитать я считаю что блогерство это новая профессия потому что люди которые занимаются блогерством а под блогерством я имею ввиду здесь не только людей которые просто о чем-то пишут а люди которые своих инстаграмах фейсбуках телеграмах что-то продают эти люди зарабатывают и достаточно хорошо зарабатывают и когда я начала марафон я крутой блогер я была удивлена сколько негатива по отношению блогерство есть у людей да и я не буду скрывать что у меня у самой иногда бывают такие мысли и вы можете сейчас свои мысли какие-то написать которые у вас бывают блогер это допустим блогера это пустышка блогер это человек который занимается самолюбованием блогер это какой-то недалекий допустим человек и так далее да то есть у нас принято что мы зачастую про блогеров где-то в тайне в душе чувствуем себя не очень хорошо ира привет сразу вопрос новый курс журфака для блогеров сильно отличается от курса который был в ноябре декабре да он отличается но если ты училась на нашем курсе то я советую просто подождать будет у нас курс для выпускников нашего для выпускников журфака инстакопиратинга как я называю аспирантура то есть я советую тебя просто подождать блогер это хитрый человек пишите пишите откровенно пишите то что вы думаете да зачастую бывает что блогер да блогер это куча работы блогер это человек который бегает селфи палкой блогер это который живет не настоящей жизнью блогер это человек который всегда в телефоне это пахарь это замечательно что вы о нем думаете но ира ты крутая спасибо большое вам тоже спасибо у меня совершенно нет никаких негативных мнения подписано исключительно образованных умных и интересных людей украшательства своей жизни да но к сожалению наш марафон показал что вот первые прямо несколько человек писали в комментариях и очень многие писали мне в директ что вот и не хочу становиться блогером потому что мои родственники меня не поймут мои друзья меня не поймут пальцем у виска покрутит и так далее на самом деле смотрите я работал на федеральном канале это канал на который очень многие люди хотели бы попасть да туда не каждого журналиста берут я к этому шла там десятилетия 20 лет 19 лет в журналистике где-то лет 15 шла к тому чтобы попасть на федеральный канал работать на федеральном федеральном канале и в итоге попав на федеральный канал я неожиданно оттуда ухожу становлюсь блогером и если вы последите за жизнью вообще многих людей которые есть в инстаграме и фейсбуке вконтакте и так далее то вы увидите что очень многие люди которые которые якобы просто блогеры если там копнуть то этих людей огромная огромная глубина и огромное очень там желание стреми стремление развиваться да то есть если вы смотрите мои регулярные прямые эфиры которые у нас проходят по вторникам то вы увидите что я приглашаю по сути именно блогеров но что это за блогеры то это выдающийся кондитер то это известный коуч что это прекрасный юморной журналист да и так далее то есть постоянно то психолог то есть люди которые получили одно два там три образования и при этом они стремятся к блогерству и здесь у меня остается один вопрос почему другие люди не хотят получать те возможности которые есть в инстаграме те возможности которые есть в интернете и так далее и здесь можно понять то есть я недавно разговаривала со своим тренером и она прямым текстом не сказала что мне нравится оффлайн работа мне нравится общаться людьми понятно что есть врачи которые должны работать есть преподаватели и так далее но если посмотреть то сейчас практически любая профессия переходит в интернет да я хотела бы быть блогером но моя работа мне не позволяет уделять времени этому и писать на совсем не могу насчет того что не позволяет времени у меня есть одна теория я считаю что у нас нет времени только на то что мы сами не хотим как только мы хотим по-настоящему что-то в своей жизни получить если бы это был приоритет для вас если от этого зависела ваша жизнь то сто процентов на это нашлось бы ваше время это сто процентов и по сути те люди которые стали блогерами если вы посмотрите у большинства из них не было выбора и не было возможности свернуть назад точно также у меня да то есть я просто принимаю кардинальное решение и мне больше нету дороги назад мне нету возможности свернуть у меня одна дорога идти вперед и становиться блогером а самое интересное что блогерство я повторю что под блогерство меня сейчас понимаю людей которые 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 что-то и продают своих аккаунтов и просто пишут хорошие тексты да большинству хорошим первоклассным блогером instagram facebook вконтакте телеграм приносит хорошие доходы очень хорошие доходы такие доходы не получают там просто работая допустим в кабинете то есть надо очень сильно постараться что такую работу получать но мне не хочется чтобы вы но вы не не хочется чтобы вы предполагали что блогерство я такая волшебная таблетка абсолютно не волшебная таблетка это очень сложно это действительно часть времени ты проводишь телефоном ты начинаешь зависеть от каких-то лайков от того как твоей instagram покажет посты начинаешь получать массу профессий если ты до этого не умел фотографировать то учиться фотографировать, если ты не умел позировать, ты учишься позировать, если ты не писал тексты, то ты учишься писать тексты. Именно поэтому мы начали марафон «Я крутой блогер, но давайте будем объективны», то есть там за 3-4 дня научиться писать хорошие тексты невозможно, и, честно сказать, я не собираюсь за 3-4 дня научить кого-то писать тексты, поэтому у нас есть курс «Журфак», на который я вас всех зову, приходите и будем там тексты учить писать. Вопрос странный, но есть ли от этого прибыль, саморазвитие, самовыражение это нереально круто и приятно, но все же можно считать это работой. В своей буквально самым свежей публикации я написала о том, какие доходы у блогеров. Вот просто я буквально на днях давала рекламу, вот там 3-4 дня назад. За эту рекламу я платила там 13-15 тысяч рублей. Это средняя реклама, которая есть в Инстаграме. Это маленькая реклама, это дешевая реклама, которая есть в Инстаграме. То есть для того, чтобы человек опубликовал какой-то пост. Подумайте, какие деньги получает человек один. Но сразу скажу, что опять-таки, то есть мне не хочется, чтобы вы думали, что мы даем какую-то волшебную таблетку. Блогерство – это труд. Это действительно, ты каждый день будешь писать тексты, ты каждый день будешь размещать фотографии, ты каждый день будешь понемножку открывать свое сердце, ты каждый день будешь меняться и так далее. Как попасть на курс «Журфак»? Ссылочка у меня в профиле. Да, специально для блогеров мы создали вот такой курс, на котором будем разбирать тексты, потому что тексты очень важны. Что значит считать работой? Не очень понимаю, о чем вы сейчас спрашиваете. У меня там, кстати, был какой-то наверху интересный вопрос. Мне вот интересно, как долго продлится эта волшебная тенденция о красивой жизни и рафинированных фото. Вот это как раз от вас идет такая очень, как бы, неприятие, мне кажется, блогерство. Да, и смотрите, вы просто сами ответите на этот вопрос, а посмотрите на людей, которые сидят в кафе и все находятся в телефонах. Я куда не пойду, я иду делать маникюр, у меня фотографируют, потому что люди создали инстаграм. Я иду в спортклуб, у них есть свой инстаграм, фейсбук, вконтакте. Я иду к эндокринологу, эндокринолог говорит, что у него есть свой инстаграм. Сколько это продлится? Я думаю, что это продлится достаточно долго. Что касается текстов, да, что касается текстов. Понятно, что продвигать свой инстаграм, либо ютуб-канал, либо телеграм и так далее, вы можете по-разному. Здесь вы можете снимать какое-то видео, либо вы можете делать какие-то отличные фотографии, но так или иначе вам тексты будут нужны. И давайте это будем понимать, что в инстаграме фотографии это первичные, чем лучше у вас фотографии, тем больше вас любят и уважают подписчики, но при этом текст это второе, что двигает ваш инстаграм. Вот, и для некоторых работа это осязаемая расшифровка. Да, я не буду спорить, что есть люди, которые любят работать в оффлайн, и это нормально, это очень даже замечательно. Что касается текста. Во-первых, хотелось бы, чтобы написали вы в комментариях, какие вы бы хотели, чтобы возможности вам дал инстаграм, да, или там другая социальная сеть. Помимо того, что он дает свободу, помимо того, что он дает некую финансовую такую подушку, помимо того, что он дает вам известность и так далее. Кстати, вот у многих комментариев было, у многих комментариев было прям видно, что известность мне не подходит, известность для меня это плохо. Я боюсь становиться популярным, потому что меня не поймут друзья, родственники и так далее. Я боюсь высказывать свое мнение, потому что что-то обо мне подумают люди. У меня есть один выход, я всегда его советую своим студентам на курсе Жирфак. Если вы понимаете, что вас читает какая-нибудь баба Маша, либо читает вас знакомый, который вам не очень, кажется, не очень хорошо реагирует на ваши изменения, не очень хорошо реагирует на ваш инстаграм, не очень хорошо реагирует на то, что вы начинаете как-то продвигать свой бизнес через интернет, вы просто берете и блокируете этого человека. А зачем он вам, если он вам мешает продвигаться к вашей цели? Вы не будете идти по голове, вы просто убираете этого человека из своего аккаунта и все. Допустим, я в своем блоге за 2 года существования заблокировала максимум человек 20 за все это время, и одного заблокировала буквально сейчас, за 5 минут до начала прямого эфира, заблокировала одного человека и сделал это с большим удовольствием, понимая, что просто меня она перетягивает мою энергию, вот не в то русло, которое нужно. Именно, что все в телефонах, все это печально, но это так и будет. Чем дальше мы развиваемся, вы не остановите этот прогресс, и люди, к сожалению, все больше и больше будут продавать через интернет, общаться через интернет, выстраивать связи через интернет и так далее. Вы можете не смотреть на то, что это происходит, но на самом деле это все есть. Как писать емко, но чтобы цеплялось. Спасибо большое за ваш штрутеринг. Пожалуйста. Что касается текста, потому что я обещала, что мы сегодня поговорим про тексты. И, конечно, когда вы приходите в интернет, даже если заниматься, не знаю, вы кондитер, либо, допустим, вы рукодельница, либо вы преподаватель, потому что очень многих людей, в том числе преподавателя, можно сейчас найти через интернет и заниматься с ним. И он это быстрее сделает, чем будет ходить преподавать в английскую школу. Он может просто преподавать по скайпу и больше зарабатывать, устанавливать цены гораздо выше через интернет, покуда он востребованный и популярный блогер. Так вот, что касается текстов, вы должны понимать, что невозможно сделать так, продавать, особенно в инстаграме, какой-то товар, либо какую-то услугу, если вы не станете блогером. То есть, если вы будете продавать пижаму, 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 но при этом вы не будете присутствовать в собственном аккаунте, и вы не будете людям показывать немножко о своей жизни, не будете рассказывать свое мнение о пижаме, не будете рассказывать свои какие-то идеи, не будете рассказывать, что вы поехали куда-то путешествовать, то у вас, к сожалению, таких сильных продаж не будет. Поэтому это все очень сильно переплетено. И здесь очень интересно, что отличает блогеров вообще, в принципе, от таких продающих аккаунтов, что это, конечно, откровенность. Но здесь надо понимать, что у откровенности есть некие границы. То есть только вы решаете, что вы можете рассказать, а что вы рассказывать не будете. Может, вы не будете рассказывать про свою личную жизнь, может быть, вы не будете рассказывать, какую еду вы едите, каким спортом занимаетесь и так далее. То есть вы должны понимать, что ваши подписчики, и вы, наверное, не дадите мне соврать, поставьте мне цветочек, если со мной согласны, что все, что вы рассказываете в своем аккаунте, ваши подписчики соглашаются с этим, запоминают это. И потом, когда вы уже через два года изменили свое мнение, они вам пишут, а вы знаете, Ирина, а вот помните, вы там два года назад писали совсем другое. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы фильтровали то, что вы пишете в своем инстаграме и давали вот эти границы, чувствовали, не надо распахивать сердце. И вы будете сталкиваться с тем, что люди часто будут переступать ваши границы, очень часто люди будут задавать вам какие-то вопросы, которые совсем не имеют права вам задавать, либо советовать вам, как надо выглядеть, советовать вам, какому тренеру ходить заниматься спортом и так далее. И блогерство в первую очередь учит вот эти границы чувствовать, что ты можешь рассказывать, что ты не можешь рассказывать, как ты можешь реагировать, как ты не можешь реагировать. То есть на самом деле блогерство достаточно очень такая саморазвивающая, облагораживающая, мне кажется, профессия в том плане, что ты точно не застрянешь на одном месте, ты точно постоянно будешь чему-то учиться. Так вот, первое, что выделяет блогеров, это умение рассказывать о себе, причем рассказывать абсолютно какие-то простые вещи. Но эти вещи вызывают у читателей симпатию. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, почему вы, как вы считаете, простые, знаете, какие-то мелочи про то, что Юля Джульсо писала, да, что вот она любила в детстве предновогоднее настроение, что она любила, когда мама там и бабушка режут оливье, ходить там пытаться это оливье попробовать. Потом все смотрели фильм «Служебный роман» или «С легким паром», и там две тысячи комментариев, потому что почему такие простые, казалось бы, банальные тексты вызывают такое количество эмоций, количество комментариев, ностальгию и так далее. Напишите, пожалуйста, свое мнение, я пока посмотрю, что вы тут за вопросики мне задавали. На комментарии сложно их настроить, все стесняются, комментируют. Вот интересно, что я начала писать небольшие тексты у себя на странице, но друзья не понимают, что это вдруг на меня нашло, максимум, что они комментируют, и какая красивая фотка лишь. Вот все обратно на меня. Здесь, во-первых, может быть, что вы отзеркаливает, то есть люди так на самом деле не думают, а вам кажется, что они что-то про вас думают, а люди, может быть, рады. Я помню, что когда я начала писать активно про тексты в своем аккаунте, от меня очень многие мои знакомые отписали, знакомые, коллеги, просто вот пачками от меня отписывались люди. Прошел год, все обратно на меня подписались, многие пишут директ, спрашивают советы и так далее. То есть ушли-пришли, какая разница, кому-то хочется от вас уйти, кто-то приходит. Так, что вы мне здесь пишете? Это создает доверие же между мной и подписчиком, потому что есть общие точки, потому что с вами близко. Мелочи они душевные, о каждом из нас точно, точно очень классно сказано. Такая реакция, это близкие аудитории, находишь себя в ее текстах, затрагивает. Можно ли курс совмещать с основной работой? Да, там три урока в неделю, то есть можно, да, можно. Вообще писать хочу неплохо, что делать? Задать себе этот вопрос, задать, не думать, что вас... Вот просто задать, о чем я хочу писать. Так вот, вы правильно, очень классно написали, что такие вещи, они трогают. Но другой вопрос, ответьте, пожалуйста, на другой очень важный вопрос. А почему тогда мы, когда мы хотим взять и рассказать какую-то банальную вещь, ну, допустим, вот сегодня я шла, гуляла под дождем, под проливным, промокла вот до самой последней нитки. Почему очень многие, я, допустим, в своем блоге это спокойно расскажу, но почему другие люди, у которых происходит очень много интересного, важного в своей жизни, почему они стесняются об этом рассказывать? Ведь о самом первом задании марафона «Я крутой блогер» очень многие говорили, я стесняюсь об этом рассказывать, это будет неинтересно. То есть, когда мы читаем кого-то другого, читаем какого-то блогера, нам все нравится, нам интересно, мы оставляем комментарии, мы симпатизируем этому человеку, мы испытываем ностальгию, мы в его текстах узнаем себя, но как только доходит до нас, и как только мы говорим, что возьми и тоже опубликуй такой текст, люди начинают бояться. Так вот здесь очень важно, чтобы вы понимали, что хотите ли вы или этого нет, но должна быть некая открытость. Вы приходите в Инстаграм для того, чтобы, мы сейчас говорим конкретно про Инстаграм, вы приходите для Инстаграм, и если у вас реальных есть цели, если вы действительно хотите зарабатывать, если вы действительно хотите как-то изменить свою жизнь, если вы понимаете, что вы хотите, чтобы у вас был дополнительный доход, чтобы у вас была некая популярность, чтобы у вас была некая свобода в передвижении и так далее, Это просто такие правила игры, вы должны этим правилам игры следовать, вы должны понимать, что вам придется рассказывать, публиковать какие-то старителлинги, вам придется рассказывать, что у вас кот сегодня разбил тарелку, и вы были на него очень злы, но когда сошли в комнату, у него была такая очень классная мордочка, и вы просто не смогли его никак наказать, вы просто наоборот погладили его по голове. А как поступают ваши коты, а как часто ваши коты разбивают тарелки, и у вас просто шквал комментариев о том, что да, мой кот такой-сякой, вот, поэтому очень важно, чтобы вы не боялись, как это говорят, писать банальности, то есть кто-то из вас сейчас, я видела, написал по поводу того, что уже ощущение, правда, что просто время опущено, что блогеры-миллионники заняли ниши, уже не прорваться, я пишу как человек не сильный и талантливый в текстах. Вот это тоже интересно, что на самом деле я вижу, как очень много появляется многих интересных блогеров, и есть такая история, что люди, ну, люди такие, они, как сказать, они непостоянные, сегодня люди вам симпатизируют, завтра вы им надоедите, люди захотят пойти другого блогера полюбить, да, другую какую-то эмоцию получить, но при этом другие люди, которые вас не читали, они придут к ваш аккаунт, то есть это будет такое хождение людей, вы будете видеть, что от вас отписываются, на вас подписываются совсем другие люди, и здесь, конечно, может быть, сейчас вы не станете блогером-миллионником, но то, что у вас в Инстаграме, в Инстаграме будет уже 10 тысяч подписчиков, и эти 10 тысяч подписчиков будут давать вам энергию, настроение, доход, будут помогать вам продвигаться вперед и так далее, разве это не стоит того, чтобы попробовать? Для меня очень важно сохранить интимность в своей жизни, вот почему мой Инстаграм мертвый. Есть такая девушка, не помню, как Инстаграм у нее называется, которая вообще никогда не показывает своего лица, то есть она всегда фотографируется со спины, и очень популярный Инстаграм у нее, да, то есть она вообще ничего не понятно, где она живет, чем занимается, при этом пишет такие юморные тексты, что люди ее читают и все пытаются разгадать, кто же это такая, какое же у нее лицо, может быть, она сейчас сидит рядом с вами в кафе, а у нее там под 600 тысяч подписчиков. Вот, это первое, что с текстами, то есть надо учиться вот этой откровенности. Откликнулась, что откровенность, она тоже очень тонкая, мы ее прорабатываем на курсе журфак, да, вот эту грань, когда вы должны понимать, что можно рассказывать, что рассказывать нельзя, как это рассказывать, как рассказать это так, чтобы это было интересно, как рассказать, чтобы это у людей откликнулось, чтобы люди хотели участвовать в этом разговоре, чтобы люди хотели ваши тексты сохранять, чтобы люди хотели о вас рассказывать и так далее. Второе, что, конечно, надо уметь, это надо уметь аудиторию провоцировать на разговоры. Это тоже очень важно, чтобы вы умели находить те самые темы, которые провоцируют аудиторию на разговоры. Не бояться иногда показаться глупыми, не бояться иногда показаться смешными. То есть если смотреть на меня, я бизнес-вумен, я серьезно, у меня два курса, учу и копирайтеров, и учу предпринимателей со всего мира. И при этом я признаюсь в том, что покуда я изучаю английский язык, мне пришлось смотреть, и покуда я смотрела «Сумерки» без перевода, то влюбилась в Эдварда, вампира в Эдварда. И соответственно все начали смеяться, мои подписчики, все стали это обсуждать, кто любит Эдварда, кто любит Джейсона, или как его там зовут и так далее. То есть не бояться показаться смешным, не бояться показаться настоящим, не бояться рассказать о своих каких-то ваших мнений. Да, вот это Валерия, которая 700 тысяч подписчиков, я про нее говорила. Вот так много классных блогеров с однотипными аккаунтами, обработкой фото. Хорошо, много. Что вам мешает сделать аккаунт, который будет не однотипный и будут не такие обработки фото? Мне больше всего нравится, когда люди сидят и осуждают блогеров, при том, что этот блогер там кардинально свое изменил в жизни. Пока сидят у него в комментариях, его обсуждают подписчики, вот особенно, там не знаю, ту же Бузову возьмем, да, вот такой пример, который самый спорный. Сейчас, наверное, многие взорвались. Бузову, который там по 3 тысячи, 5 тысяч комментариев, какая она страшная уродина и так далее, человек ездит по стране, зарабатывает деньги. Вот, и это можно у многих блогеров посмотреть. Чем популярнее ты становишься, тем больше к тебе приходят тролли, которые тебя просто начинают гнобить в твоем же собственном аккаунте. Глупо, смешно, тупо, я не завишу от мнения. То есть просто быть искренне максимально это путь к успеху? Нет, это не только максимальный путь успеха, Оксана. Это же много составляющих, потому что путь успеха, это когда вот я считаю, что путь к успеху, это когда у тебя есть цель. Потому что когда я вижу, когда мне пишут в комментариях, Ира, у меня все плохо, помогите, что мне нужно делать. Я просто ставлю себя на это место, когда у меня действительно все было плохо, абсолютно было очень плохо в жизни. Я почему-то не шла к блогеру, не писала ему в комментариях, не спрашивала, что делать. Я просто боролась, меняла свою жизнь, да. И поэтому, когда вы создаете блог, мне кажется, именно главное, что у тебя есть цель. И ты понимаешь, зачем ты к этой цели идешь. И, соответственно, ты улучшаешь фотки, ты улучшаешь тексты, ты улучшаешь себя, постоянно совершенствуешься. Если вы пообщаетесь вообще с известными блогерами, вот с любыми, все эти блогеры где-то учатся. Абсолютно все. Кто-то на ораторском искусстве, кто-то там по позированию, кто-то инвестиции, кто-то интерьер и так далее. Только я в прошлом году прошла около, наверное, 10-15 курсов. Я сейчас параллельно учусь на 4 курсах. Да, и это просто уже такой ритм жизни, когда ты просто понимаешь, что если ты хочешь быть лидером, тебе постоянно придется учиться. Сразу подумала про Бузову, как бы ее ни хайли, она не стоит на месте, человек развивается. Бузова не проводится выглядеть смешно. Это, кстати, очень здорово, да, что не бояться быть смешным, это тоже надо уметь. Потому что я не знаю, как люди, когда в прямой эфир приходят, тебе начинают писать гадости, как вот люди могут эти прямые эфиры, допустим, вести, а как она с этим справляется, это тоже удивительно. Вот, уметь находить темы, которые вашу аудиторию выведут на разговор, и это тоже надо уметь. То есть, есть простые темы на поболтать, да, как я это называю у себя на курсе, простые темы на поболтать. Когда вы берете, есть 4 вида текстов на поболтать. Люди любят испытывать ностальгию, то есть, когда мы это активно проходим на курсе журфак, очень-очень-очень такие ностальгические тексты писать, когда читает человек и вспоминает, просто окунается в эту атмосферу, вспоминает, как это было в его жизни, и он автоматически у вас оставит, оставит у вас комментарий, да, то есть, он просто настолько его зацепит, ваш текст, что он не пройдет мимо этого текста, он точно оставит комментарий, потому что вы помогли ему вернуться в прошлое, испытать те самые эмоции, и он вам благодарен за эти эмоции, потому что люди приходят в Инстаграм на самом деле не продавать и не покупать, люди приходят в Инстаграм для того, чтобы расслабиться, отдохнуть, разгрузить мозг и немножечко потупить. Второе, что любят люди делать, спорить. Я не очень люблю эти тексты спорные, но есть, на самом деле, иногда надо такие спорные темы поднимать, когда ты понимаешь, что в твоем Инстаграме нету комментариев, а тебе они нужны, чем больше у тебя лайков, чем больше у тебя комментариев, тем больше твоих подписчиков увидят твой пост. Соответственно, иногда некоторые блогеры просто на этом и строят свое продвижение, когда они строят именно на спорных каких-то темах. Мы на своем курсе тоже учим провоцировать свою аудиторию на спор, но делать это очень изящно, очень интеллигентно, делать так, чтобы не сталкивать свою аудиторию лбами, а просто вызывать на какой-то диалог, вызывать на какое-то обсуждение и так далее, чтобы у людей после того, как они зашли в ваш Инстаграм, у них осталось некое послевкусие, то есть у них осталось что-то, они о чем-то задумались, это тоже очень важно уметь делать. Допустим, есть какие-то темы, вот кто-то там, не знаю, из банальных тем, что лучше фотографии или текст, или там что главнее, яйцо или курица, это уж совсем банальные. А может быть, там не знаю, что делать со своим свадебным платьем, стоит ли его там отнести куда-нибудь и сдать, стоит его выкинуть, стоит отдать его дочери, стоит его сохранить. И здесь люди, большинство людей начнут оставлять какое-то свое мнение, да. И здесь эта тема пересекается с другой темой, люди очень любят давать советы, очень любят давать советы. И особенно, что любят давать советы, если вы их совершенно не спрашивали об этих советах, вот, и делать это порой тонко и нарушая ваши границы, но вы можете это в доброе русло запустить и записать такие тексты, где люди у людей спрашивают совет, да, какое мне лучшее платье выбрать, красное или синее. Я делала такой пост год назад перед фотосессией, и до сих пор мне этот пост вспоминают, потому что люди говорят, ну как вы, Ирина, выбрали два платья, а мы так переживали, какое платье вы выберете и так далее. То есть, куда поехать отдыхать, стоит ли ребенка отдавать в школу, когда ему еще 6 лет, стоит ли мне пойти, допустим, заниматься плаванием, либо пойти заниматься в спортивный зал и так далее. То есть, люди любят давать советы. И это тоже надо использовать в своих инстаграмах обязательно, я вам это рекомендую использовать, на курсе журфак мы это все прорабатываем. И что-то еще четвертое, сейчас у меня вылетело из головы, что там еще люди любят. Андрей, привет, рада тебя, рада, рада тебя видеть. Вот, интересно вам сейчас слушать, скажите привет, 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 очень рада тебя видеть. Интересно вам сейчас слушать то, о чем мы говорим. Складывается ли у вас некая картина, что нужно вам делать в своих инстаграмах, скажите, пожалуйста, напишите мне, чтобы мне было более-менее понятно. Конечно, еще одно направление текстов, которое очень важно научиться эти тексты писать, это так называемые полезности. Потому что люди приходят не только для того, чтобы почитать, отвлечься, подумать, но они еще приходят за знаниями. Потому что сейчас инстаграм, я вам говорю, что он конкурирует с многими телеканалами. Инстаграм конкурирует сейчас с газетами, инстаграм сейчас конкурирует с журналами. То есть это настоящее средство массовой информации. И сейчас вы посмотрите, когда ты приходишь куда-нибудь, допустим, когда ты приходишь куда-нибудь, допустим, в какой-нибудь стоматологию. И вместо того, чтобы люди раньше сидели, смотрели журналы, сейчас тоже это делают, но очень многие сидят и сидят в своих инстаграмах, кого-то читают. То есть вы посмотрите, сколько сейчас людей, сколько сейчас людей вообще в инстаграме, в фейсбуке и так далее. Сейчас люди все начинают продавать через интернет. И сколько мы здесь получаем в инстаграме знаний, да, мы столько раньше не могли в своем вузе получить. Согласны со мной или нет? Что сейчас очень многие люди, говорите себе, да, спасибо, что подсказала, говорите себе, да, что очень многие люди еще получают, постоянно приходят и получают профессию в инстаграме. Кто из вас хоть когда-нибудь, где-нибудь в инстаграме покупал какой-нибудь курс, проходил марафоны, поставьте, пожалуйста, вот такой смайлик. Когда мы приходим и получаем знания в инстаграме, я говорю, что я покупала там в инстаграме только, наверное, курсов 5, которые я проходила и которые благодарны, и очень многие меня научили. И с этого вообще, в принципе, начинается продвижение блогера. Когда ты приходишь, ты можешь сидеть, опереться лбом и говорить, я не пойду никому учиться, я лучше эти деньги потрачу на рекламу, 10-15 тысяч, а то ты можешь пойти, отучиться у человека, который уже прошел этот путь, который откровенно тебе говорит, я делал это, 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 это. Вот здесь я запнулся, разбил коленки, вот здесь у меня не пошло, вот здесь у меня не получилось, а вот здесь у меня получилось. И я считаю, что в инстаграме сейчас и в фейсбуке, и в телеграмме, и в контакте можно найти выдающихся людей, до которых раньше невозможно было дотянуться, к которым раньше надо было просто ехать на край земли, чтобы к ним... Андрей, спасибо большое, спасибо, мне очень приятно, что надо ехать на край земли, чтобы попасть к какому-то специалисту. Сейчас ты можешь проходить обучение онлайн, и это очень удобно, что ты можешь смотреть уроки вечером, что ты можешь смотреть уроки ночью, когда твои дети спят и так далее, да. Поэтому я вам советую, в принципе, не бояться у людей покупать курсы. Другой вопрос, кто-то поднимал у меня вопрос, тему, что как бы надо тоже это выбирать, да, то есть смотреть, кто тебе симпатичен, кому ты доверяешь туда идти. Здесь я не буду как бы никого советовать, у каждого свои предпочтения. Я откровенно говорю, что я очень много учусь на курсах, и мне это очень сильно нравится. Так вот, люди приходят в Инстаграм для того, чтобы еще получить какие-то полезности. Полезности, да, допустим, я не разбираюсь в спорте, но подписана на тренера, который рассказывает, как качать пресс, и мне это нравится. Я не разбираюсь в инвестициях, но подписана на человека, который подробно рассказывает, как инвестировать свои деньги. Читаю, внедряю. Там у кого-то не получается текст, подписываются на меня, внедряют какие-то советы по текстам, меняют свои там, удаляют первые абзацы, убирают многотемьи, убирают отглагольные и существительные, добавляют правильные вопросы, видят сразу реакцию подписчиков, понимают, что до этого полгода делали совершенно не то. Поэтому тоже очень важно, чтобы вы в своих Инстаграмах не боялись делиться теми знаниями, которые у вас есть. И здесь сейчас сразу у многих, я уверена, там смотрят более сотни зрителей, уверена, что 50 из них подумали, о чем я буду делиться, какими я буду делиться знаниями, я неинтересная личность. Кто такое подумал, поставьте, пожалуйста, давайте грустный смайлик поставьте, потому что это часто на моем курсе всплывает, ну как я буду рассказывать полезности, зачем я это буду делать, я человек неинтересный, кому мои знания нужны. Но если вы возьмете блокноты в ручку, и вспомните, что вы знаете на самом деле, какие советы вы даете людям. Андрей поставил грустный смайлик, выдающийся редактор, выдающийся журналист, прекрасно ведет прямые эфиры и при этом ставит грустный смайлик, молодец. Вот, да, и это вот, к сожалению, нас просто так научили, да, нас научили себя не хвалить, нас научили, что мы не имеем права высовываться, что мы не можем там, как я могу там какие-то давать советы, если у меня есть начальник, который лучше меня, как я могу давать советы, если что-то. И дальше огромный список, почему мы не можем давать советы. Так вот, начните это делать, да, значит, знания есть, но опыта нет. Какого опыта? Ну, получите этот опыт. Если вы понимаете, что это вам мешает в вашем развитии, это мешает вам зарабатывать деньги, это мешает вам обрести какие-то ценности, которые для вас важны, так получите этот опыт. Мне вчера ответили, что даже про жизнь рассказать нечего. Так вот, смотрите, и мы приходим, у вас есть эти знания, какие-то есть. Подумайте, за какими советами чаще всего к вам приходят друзья. Подумайте, какой опыт вы накопили за последние 10-15 лет. В чем вы точно специалист? Я помню, что когда в Инстаграме появилась девушка, миледи сисадмин, Ксения, человек, которому я доверяю свой компьютер, она дистанционно его постоянно мне ремонтирует, если какие-то сбои происходят, блондинка пишет про системное административное административание, пишет про то, как разбираться в компьютерах, устанавливать какие-то программы и так далее. Пришла к нам на журфак, пришла на журфак, говорит, Ирина, хочу у вас учиться. Я говорю, нет, Ксюша, у тебя классные тексты, не надо идти ко мне на курс, ты все хорошо пишешь, все знаешь, иди воплощай свои знания. Она говорит, нет, я хочу учиться у тебя на курсе, мне не хватает просто уверенности в себе, все знаю, все умею, хочу. Приходит, отучилась у нас на курсе, сейчас у нее популярный Инстаграм, с ней работают самые известные топовые блогеры, она им помогает настраивать сайты, компьютеры настраивать и так далее. И при этом человек просто работал, был в декрете, и до какого-то времени не понимал, что у нее огромный-огромный багаж, и что она может сделать такой полезный Инстаграм для просто девушек. Вот мы, девушки, согласитесь, помашите мне рукой девушки, которые, когда что-то ломается в компьютере, у нас просто отключается мозг. Вот у меня так происходит. То есть, пока я была замужем, мой компьютер ремонтировал муж. Как только я развелась, у меня просто сразу, я не знала, что делать, если у меня там обновление, Windows у меня просит обновление, либо еще что-то там, вот у меня недавно было какое-то обновление, Microsoft, Word у меня обновлялся, я написала срочно Ксюше сообщение, Ксюша, у меня все пропало, у меня ноутбук не будет работать, скоро у меня вебинар, Ксюша говорит, Ира, успокойся, это просто обновляется Word. Вот, и Ксюша создала Инстаграм, который, что она стала делать? Она просто стала делиться полезностями для девушек, и девушкам рассказывать, как установить Word, что делать, если вы хотите вести вебинары, что делать, если вы хотите делать рассылку, что делать, если вас заблокировал Инстаграм и так далее, просто для женщин писать. И это тоже очень важно, что у вас эти знания есть, просто, может быть, вы о них забыли. Ира, привет, вчера в Киеве после моего семинара ко мне подошла женщина и сказала, что я спас ее жизнь своими публикациями, это была взрослая состоявшаяся женщина. Дима, я очень рада, потому что ты действительно очень круто пишешь, я очень рада, что ты помогаешь. Мне очень многие говорят, Дима, что они тебя читают, и от тебя ко мне пришли в мой блог. Меня другое обескураживает. Люди такими вещами обучают элементарно просто, и народ идет учиться. Да, элементарным для вас, для вас элементарным он называется, для кого-то неэлементарным, смотря какие результаты, смотря про что вы говорите. Можно контакты Ксюши, можете написать мне в директ, я напишу вам. У Ксюши называется Milady SysAdmin. Milady, нижнее подчеркивание, SysAdmin. Если кто знает Ксюши, напишите, как аккаунт называется, потому что иначе у меня просто директ будет после этого записан, ну как бы заполнен. Часто говорят, что, вот сейчас как девушка написала, мне так странно, что люди, вот да, спасибо, Milady SysAdmin, придете к ней, передайте от меня большой привет, я Ксюшу очень сильно, очень-очень люблю. Вот. Часто говорят, что обучают простым вещам. Окей, но если ты эти вещи знаешь, почему у тебя до сих пор нет результата? Это главный вопрос. Почему у тебя до сих пор нет результата, если для тебя эти простые вещи? Я сейчас не к вам на «ты» обращаюсь, а просто, в общем, я, допустим, могу, вы поймите, что мы в очень быстром ритме живем. Вы посмотрите даже, как я быстро говорю. Когда моя мама один раз посмотрела мои прямые эфиры, а моей маме 60 лет, она сказала, «Доченька, говори, пожалуйста, помедленнее». Я вообще не успеваю понять, что ты говоришь. Так вот, мы говорим быстро, мы делаем быстро, мы решаем несколько задач, мы решаем, говорим по телефону, тут же готовим еду, делаем что-то с ребенком и так далее. И мы можем потратить месяц на то, чтобы искать эту информацию в Гугле и, не знаю, реализовывать ее самостоятельно, набивать шишки. Можем пойти к человеку, который действительно это знает. Я, допустим, предпочитаю идти к профессионалам, выбирать самые лучшие тарифы, получать у них знания, и эти знания тут же реализовывать. И зачастую знания, которые я получаю на курсах, они окупаются у меня в первую-вторую неделю. И то же самое говорят мои журфаковцы. Ты пришел, реализовал, поменял, вдохновился, понял, что делать, идешь, делаешь, окупается твой курс. Идешь на следующий курс, там получаешь какие-то знания и так далее. Так вот, давайте я еще раз подведу итог того, о чем мы с вами говорили. Если вы хотите быть блогером, если вы хотите изменить как-то свою жизнь, что нужно сделать? Первое. Решить, для чего это вам нужно, какая у вас цель. Это очень важно. Второе. Приготовиться к некой откровенности. Но эта откровенность, должна она быть все-таки с границами. То есть об этом я рассказываю, об этом я не рассказываю. Леночка, привет. Очень рада тебя видеть. Привет, привет. Тоже с Леной у нас был прямой эфир. Дизайнер, кто помнит, что у нас с Леной был прямой эфир, поставьте Лене цветочки. Дальше. То есть откровенность, но с некими границами. Понимаем, что это я рассказываю, это не рассказываю. Дальше. Вы должны научиться писать старителлинги и из любой даже смешной, забавной бытовой ситуации превращать интересные тексты. Шли там, не знаю, запнулись, упали. Это повод для того, чтобы написать очень классный, забавный текст, который вас поддержат люди. Записались на йогу, это классная история, чтобы сделать про это пост. И люди скажут, вы такая молодец, а я до сих пор так хочу пойти на йогу, до сих пор на это не решаюсь. Третье, что нужно делать, писать полезности, не бояться те знания, которые есть. А у вас я просто гарантирую, что у вас эти знания есть. Я уверена, что вы очень крутые. Потому что за все время, сколько людей приходило ко мне на курс, каждый раз я удивляюсь, боже мой, какой интересный человек, просто потрясающий человек, почему ты до этого сидел, стеснялся, о себе не рассказывал, почему ты до этого своими знаниями не делился. Вот как Лена, которая пишет, у меня твой курс окупился через месяц. Лена, которая дизайнер, которая отказала компании Кока-Кола, не захотела для нее делать дизайн, и она сидела с капризом, стеснялась, переживала, не понимала, о чем ей вести свой инстаграм. Сейчас делает популярный инстаграм, прекрасно зарабатывает, расписан у нее на несколько вперед месяцев, чтобы к ней записаться. Это тоже очень здорово. Полезности, тексты для поболтать, учимся аудиторию хорошо провоцировать, учимся выходить в прямые эфиры и записывать сториз. Это тоже очень важно. Кто из вас боится выйти в прямой эфир, помашите мне рукой. Кто из вас боится? Кто из вас не записывает сториз никогда? Поставьте грустный смайлик. Это же тоже очень здорово, что инстаграм дает такие возможности. И если раньше, когда я работала на телевидении, чтобы выйти в прямой эфир, если Андрей сейчас смотрит, он не даст соврать, как это было. Мы там бронировали себе пять минут на телевышке. Мы собирались, несколько телеоператоров, мы брали эти тяжелые штативы, мы брали камеры, мы распутывали эти провода, становились в красивом месте и вели этот прямой эфир, там 5, 10, 20 минут прямого эфира. И все. И это было очень волнительно. Сейчас я сижу на кухне, пришла после тренировки, успела быстренько поужинать, включила прямой эфир и сижу вам, рассказываю. Уже не боюсь, затык идет с темой. Не люблю свой голос. Тяжело это было. Да, Андрей, тяжело. Выходила в прямые эфиры, но страшно все равно. Прямые эфиры дают тоже очень классные возможности. Прямые эфиры дают вам возможность показать людям себя. То есть согласитесь, что если вы просто смотрите на мои фотографии, в моем блоге, вам кажется, что там совершенно другой человек. У кого есть вот эта разница между моими фотографиями в блоге, и когда вы смотрите мои прямые эфиры, и вы начинаете понимать, какой у меня голос, какая у меня мимика, насколько я искренне, неискренна, ваш человек, не ваш человек. То есть вы начинаете чувствовать, понимать, что этот человек вам близок, либо этот человек вам не близок. Вчера 17 сторисов, прямой эфир, первый раз в жизни. Молодец! Я поздравляю. Это очень здорово на это решиться. То же самое сторис. Раньше люди любили в 90-х годах, любили смотреть сериалы. Помните, я опаздывала в школу, потому что я любила смотреть Рабыню Зауру, либо любила смотреть Санта-Барбару. Вот. А сейчас что мы происходим? Мы сейчас наблюдаем за людьми. Когда мы смотрим сторис, мы наблюдаем немножечко за людьми, и мы смотрим за их жизнью. Мы узнаем, да, вот допустим, буквально вчера мне два человека написали, Ирина, мне очень нравится твой вид из окна. Скажи, в каком районе города Сочи ты живешь, у тебя потрясающий вид. Да, то есть очень многие просто там по моим сторис. Либо, Ира, пожалуйста, снимай сторис, очень люблю, как ты рассказываешь про море, про цветы, про сочинских котов и так далее. Если голос будет дрожать и волноваться, на прямом эфире что делать? Просто вести прямой эфир. Вы думаете, я сейчас не волнуюсь, что ли, что у меня сейчас голос не трясет? Это просто у меня такая маска уверенного человека. Я точно так же волнуюсь. Первый прямой эфир у меня был самый позорный какой может быть в истории Инстаграма, когда я шла в Калининграде, был поздный вечер, я включила прямой эфир, все написали, Ира, привет, наконец-то ты вышла в прямой эфир, через 2 секунды у меня разрядился телефон и я выключилась. Поэтому просто выходите в прямой эфир. Андрей говорит, прямой эфир способ перешагнуть через себя, раскрыть себя и очень крутые ощущения драйва. Абсолютно, да, согласна. После прямых эфиров очень многие, кто выходит в прямой эфир, мы на курсе журфак, тоже наших студентов так плавно подталкиваем, идите в прямой эфир, идите. Это очень полезно, это выгодно, это даст вам возможность, это вы работаете на свой личный бренд, это можно вести какие-то классные рубрики, вот как у меня появилась рубрика с популярными блогерами. Вот. И очень многие люди говорят, что да, было безумно страшно выйти в прямой эфир, но после того, когда я вышла в прямой эфир, у меня драйв появился, у меня появилось ощущение возможности, у меня появились какие-то идеи для рубрик каких-то классных и так далее. Это совсем разные вещи, с домом 2 не сравнить. Вот и получается, что инстаграм это дом 2. Ну, каждый, я говорю, каждый транслирует собственные мысли. Кто-то видит дом 2, и кто-то видит негатив, а кто-то видит возможности, кто-то понимает, что на этом можно построить крутой бизнес, и кто-то просто идет и зарабатывает деньги, пока другие боятся, пока другие стесняются. Я вас призываю не бояться, я вас призываю не стесняться. Ирина, ты как солнышко, так приятно читать твой блог, спасибо тебе. И иногда еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Столько давно не надо плакать, я, конечно, очень вредный человек. Как определить тему эфира? Как определить тему эфира? Любую берете, ее главное заузить, скажите, пожалуйста, сколько у нас времени сейчас? У меня просто нету часов, сколько у нас осталось? Я выходила в 20-30 по Москве в прямой эфир. Как выбрать тему для прямого эфира? Просто не знаю, о чем ваш инстаграм. Допустим, вы кондитер. Берем. Вы берете просто тему и не просто как делать тортики, а вы ее заужаете, то есть вы делаете ее узкой. Как делать бисквитные тортики или как делать какой-то там особый крем. Либо, допустим, ну то есть берете и одну узкую какую-то тему делать. Вот я вела в эфир в тишине, при этом пришел один человек и рассказала про книгу. Да, я тоже один раз смотрела прямой эфир. Девушка живет у нас в Нижневартовске, где я раньше работала. Я смотрела ее прямой эфир, я была единственным зрителем. Я решила человека поддержать, я смотрела весь прямой эфир. И она вот нисколько, она не повела бровью, она вела для меня одной прямой эфир. Когда потом я стала заходить дальше, смотреть, что люди потом, два человека смотрели ее прямой эфир, на следующий раз три человека смотрели прямой эфир, потому что прямой эфир сохраняется, и он висит 24 часа. Если сейчас у вас посмотрели его, посмотрел его один человек, то возможно его потом посмотрят 50, либо 60. Вот, поэтому берете тему, берите ту тему, которая вам близка, которая вам понятна, которая вам, про которую вы можете говорить, набросайте на листочке примерно, не прямо текст, не надо себе суфлер делать, но примерно о чем бы вы хотели говорить. То есть там надо рассказать об этом, об этом, об этом, об этом. Я всегда каждому прямому эфиру я готовлюсь. То есть у меня всегда есть блокнотик, в котором написано рассказать про это, про это, про это, про это. Я на этот блокнот потом не смотрю, но у меня есть такое ощущение защиты, что если вдруг я забуду, что сказать, И если мои подписчики вдруг будут молчать, что никогда такого, к счастью, не было, то я найду, открою этот блокнот и скажу, так, я забыла вам рассказать вот это, вот это и вот это. Если вы мама, мне было бы интересно посмотреть, как мама готовит вместе с ребенком. Да, либо, допустим, торт для ребенка, либо там торт накануне 8 марта и так далее. Просто берите узкую тему, понимайте, что прямой эфир это возможность влюбить вас, влюбить ваш товар, влюбить ваш город, влюбить вашего кота, во все, что вы хотите. Спасибо большое, напишите, пожалуйста, был ли вам полезен прямой эфир, будем проводить их регулярно. У нас во вторник будет интересный прямой эфир, замечательный гостей. Часто в эфирах пустословие, у вас все по делу. Я скажу, что когда только начались прямые эфиры, я была подписана на нескольких людей, которые мне очень-очень нравились. И когда я вышла в прямой эфир, и я просто посмотрела, что это было безумие, просто безумие, что человек просто сидел, смотрел в экран и ждал, что ему люди начнут задавать вопросы, я от нескольких людей отписалась после прямых эфиров. То есть если вы выходите в прямой эфир, пожалуйста, что-то говорите. И если вы боитесь, что люди не будут вам отвечать, то вы просто задавайте людям вопросы. Вы посмотрите, как я веду прямой эфир, я просто постоянно с вами в диалоге, я говорю, а это вам нравилось, помашите рукой, выскажите свое мнение, а как вы считаете на этот счет. То есть не бойтесь людям задавать в прямом эфире вопросы. Это тоже очень важно, потому что иногда люди просто смотрят и даже не знают, что вам нужна их поддержка, что вы волнуетесь в этот момент, что вы хотите, чтобы вас поддержали. Спасибо полезно, вызывает как согласие, так и противоречие. Да, и это нормально, что у вас есть противоречие, это говорит о том, что вы человек, у которого есть свое мнение, это здорово. Я не считаю, что со мной должны все соглашаться. Я была благодарна, что вы так поздно смотрели мой прямой эфир. Я надеюсь, что нам удастся его скачать. Мне тут девушка, которая училась на нашем курсе журфак, рассказала, как тайно можно скачивать это видео. Я надеюсь, что нам удастся его скачать. У вас талант выбирать интересных собеседников на эфирах. Спасибо за Ольгу Фреш. Впервые на вас смотрела, вы прям завораживаете. Благодарю за полезную информацию. Спасибо большое. Спасибо. Вас крепко-крепко всех обнимаю. Вас всех жду на курсе журфак. Кто учился на курсе журфак? Я вижу, что мне очень приятно, что журфаковцы хотят повторно прийти на этот курс. Дорогие мои журфаковцы, мы для вас создадим, выпускники моего курса, мы для вас создадим просто повышенную, повышение квалификации. Хорошо? Я приглашаю сейчас на курс тех, кто еще у нас не учился, чтобы вот кому действительно надо освоить такие первые основные азы. Потому что кто учился на журфаковцы, на журфаке, вы уже очень-очень-очень много знаете. Вот. Все. Вас крепко обнимаю. Буду отключаться, а то иначе Инстаграм отключит меня самостоятельно. Сойдите, пожалуйста, под мой последний пост. Напишите свое мнение про прямой эфир. Мне будет это очень-очень важно. Я вам отвечу в комментариях. Все. Обнимаю. Пока-пока. Отключаю.